Сегодня несколько писем, которые пришли в Русь сидящую, от женщин, которые ничего не понимают, ни в чем и никогда. Вот, пожалуйста. У меня на отзор после отсиженного срока до 26-го года есть ограничение на выезд за Челябинскую область. С 6 до 22 свободный день после я не могу выйти на улицу даже, и мне нельзя посещать массовые мероприятия. Но очень хочется пойти на войну. Хочу воевать за нашу страну. Я не военно обязанная, но могу и очень хочу, что мне делать. Вот письмо в Русь сидящую. Мой координатор отвечает, очень хочется ей ответить, удавиться. Говорит, можно я ничего не буду ей отвечать, иначе я не ручаюсь. И отвечайте, конечно, не надо. И второе письмо тут же. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в консультации хоть чем-то, хоть куда-то пойти узнать. У меня осудили дочь по статье 228, часть 4, наркотики в особом крупном. Приговорили к вам годам. Она хочет подписать контракт на СВО. Не знаю, куда обратиться, у кого уточнить. Не могу ни у кого узнать, возможно ли это, как это сделать. Она сейчас в СИЗО города Новороссийска. И мы пробуем перевестись в Липецк. Из Липецка просто берут, из липецких зон очень охотно берут. Помогите, пожалуйста, информацию. Девочка хочет все исправить в своей жизни. Очень просит найти выход и дать ей шанс. Я вот как раз... Очень хочется ударить по голове. Это мать пишет про дочь. Мать. То есть они считают, что это шанс на исправление. Иди убивать нас. Да. Здесь да. Ира, вот конкретно вас. Понимаете? Вот конкретно вас. Вот это шанс на исправление. И это даже не расчеловечивание. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Да, конечно. Но мы же все читали про гитлерскую Германию. Это общее место. Неохота даже это все говорить. Но в своей жизни мы все это видим первый раз. Мы все это видим впервые. Вот такое громадное масштабное расчеловечивание. Важные истории рассказали, что Минобороны России вербуют на войну в Украине с женщин заключенных. Но там какой-то есть нюанс. Во-первых, есть еще четыре колонии новые в Ивановской области, во Владимирской области, в Перском крае, в Мордовии. Но их почему-то по полгода не отправляют на фронт. Ольга, что происходит? Что это за колонии? Почему так взялись за женщин массово? Что закончились уже другие зэги, которые называют себя мужчинами? Ну, это они так думают, конечно же. И почему они не отправляют их на фронт сразу? Ну, посмотрите, посмотрите. На самом-то деле, вы же видите, они правда хотят. Да, это я уже поняла. Да, они хотят, они просто требуют и настаивают. Мы вот наблюдаем, например, просто вблизи наблюдаем за колонией номер 7 Саблина, это Ленинградская область. Там еще в сентябре или в октябре осенью приехали вербовщики и завербовали, по-моему, 35 или 36 женщин. Обещали им, что они будут снайперами, что не берут ВИЧ-инфицированных и гепатитных, потом все равно всех взяли. И вот они полгода ждали, когда их заберут, ничего не происходило. И половина женщин передумали, но у них просто сроки заканчиваются, нафига им куда-то уходить, да? Потом, смотрите, потом меняются условия. Еще в сентябре они могли уйти через полгода помилования. А сейчас уже нет, сейчас уже до конца войны, с 1 октября по новым законам. Это тоже изменения. И я думаю, что многие это сообразили в конце концов. Ну и понимаете, в чем дело? Дело в том, что вы же видите, вы же знаете, очень тяжело командовать зэками. Очень тяжело, практически невозможно. Кругом ямы, кругом изнасилования, самострелы, пьянство, наркотики. А теперь давайте добавим к этому баб. А вот эта вербовка все-таки женщин, она насколько будет еще масштабироваться и чем закончится в итоге? Будет масштабироваться, женщин будут увозить, они будут хотеть. И вместе женщин, на отличие от мужчин, они очень распропагандированы. Они действительно хотят начать жизнь сначала, встретить на фронте хорошего парня, быть как Зоя Космдивьянская, смыть там вину кровью, получить много-много денег, вернуться в родной город, в родное село не зэчкой, а геройкой. В конце концов, если честно, у женщин в голове все-таки довольно много иллюзий. Продолжение следует...